Все, отлично, запись пошла. Ну что, друзья, кто со мной не знаком, меня зовут Андрей Елисеев, я участник нашего сообщества вот уже более шести лет, и на данный момент в квалификации уже несколько лет лидера, вот, и сегодня мы поговорим с вами о нашем сообществе, о нашей кассе взаимопомощи и о тех возможностях, которые мы имеем через объединение в рамках нашего сообщества. Вот, друзья мои, сейчас мир настолько изменяется в сторону разъединения человека от человека, наше сообщество, наоборот, объединяет. Добавляйте своих участников, внизу в списке там, в конце списка там кнопочка «Добавить участника», добавляйте своих партнеров, и, как говорится, приступим. Тех, кто меня не знает, немножко чуть-чуть расскажу о себе. У меня два высших образования технических, около 7-8 лет работы и опыта в найме на топовых должностях, и дальше 10 лет своего собственного бизнеса. Пока так не получилось, что в 2007 году ко мне пришел мой знакомый и говорит, слушай, что тема какая-то есть интересная, очень странная, не понимаю, то есть, почему так происходит. Кнопочку нажимаешь, деньги получаешь. То есть, ну, я улыбнулся, конечно, говорю, ну, давай посмотрим, что за тема там у тебя. Вот, действительно, я целый месяц нажимал кнопочку, деньги получал, все вообще четко. Вот, и потом я начал разбираться, что же это за такое диво дивное в интернете, да? Вот, и скажу честно, я был приятно удивлен, когда за всем нашим сообществом я узнал, кто основатель, основатель Дмитрий Васадин, и как он создал наше сообщество. Вот, если до этого у меня была определенная база знаний, а это хотя бы минимальные фильмы, которые вы должны посмотреть, чтобы понимать, в какой действующей системе мы с вами мирово-финансово живем, да? То есть, если у вас есть карточки Visa либо MasterCard, я поздравляю, вы участник мировой финансовой системы. И вы должны знать, как она функционирует. Если вы не знаете, как она функционирует, вы как котенок с завязанными глазами, слепой котенок, который пытается нащупать это счастье в этой жизни. Не получится, потому что вы не знаете даже азов, как функционирует наша и действует наша денежная система. Кому интересно, можете зайти на мой YouTube-канал. У меня там даже есть моя оффлайн-презентация. Это еще в 2018 году. Те участники мои, кто были даже на этой презентации, они многие помнят, как я проводил презентации еще в оффлайне. Было такое, но сейчас уже мы все в онлайне. Можете посмотреть. Я там рассказываю детально, как устроена мировая финансовая система в том числе. Ну, а так вообще можете посмотреть базовые фильмы «Деньги. Пирамида долгов», «Дух времени» первая, вторая, третья часть. Вот эти фильмы хотя бы для того, чтобы понимание, в каком мире мы с вами живем. «Деньги. Пирамида долгов» – это вообще азбука. Этот фильм мы должны знать и понимать, как все работает, как все устроено. Идем дальше. Что касается онлайна, в онлайне я начал развиваться уже в нашем сообществе. Поэтому, друзья, скажу вам честно, у нас шикарнейшее место, где можно действительно уйти в онлайн. Несмотря на то, что пандемия нас захлестнула, и многие сидели просто дома, не зная, что делать, да, многие задумывались об онлайне, друзья мои. Так поэтому вот этот очень важный момент. Наше сообщество не только дает финансовые возможности, но наше сообщество дает возможность зарабатывать в онлайне. И это реально дорогого стоит. Так вот, друзья, скажу честно, что, в принципе, денег в моей жизни всегда хватало. И в найме у меня хорошие были заработки. И в бизнесе тоже достаточные для того, чтобы жить более-менее свободной жизнью. На тот момент я так считал, объехал я более 15 стран мира. Но, скажу честно, так свободно, как живется в нашем сообществе, с помощью тех возможностей, которые у нас есть, так свободно я никогда не жил. Поэтому, друзья мои, скажу вам честно, те, кому сейчас сложно, кому сейчас, ну не знаю, как-то трудно жить, то оставайтесь здесь. И, скажу вам честно, это реально то место, которое облегчит вашу жизнь с точки зрения денег. Но когда вы уже начнете разбираться с системой более серьезно, вы поймете, что здесь не только деньги. И вообще Меркурия не про деньги. Наше сообщество Меркурии – это про людей. А везде, где есть люди, там есть деньги. Поэтому здесь в основном собрались денежные люди. У нас денежное сообщество. Именно поэтому вокруг нас очень много окружат мошенников. То есть, если вдруг кто-то вам пишет с моего аккаунта, типа моего клона, да, это не я пишу. Мне даже физически иногда даже поспать никогда, потому что мои участники всегда требуют какой-то помощи, поддержки. Именно поэтому на данный момент иногда ролики выходят ночью. Почему? Потому что только когда все спят, есть возможность, не отрываясь, смонтировать нормально видео. Вот, поэтому, друзья, соблюдайте безопасность, обращайтесь к вашим лидерам, к вашим консультантам. Мошенники делают поддельные аккаунты, и с них начинают что-то вам писать. Без видеосвязи, без аудио хотя бы связи. Ничто не воспринимайте на веру, друзья мои. Вот этот момент, он очень важный. Это проверка вас на грамотность в этом онлайн-мире. Сейчас выросло поколение молодых обормотов с 20 где-то до 30 лет, и они научились айтишным знаниям, и теперь эти знания применяют в таких вот корыстных целях. Поэтому, друзья мои, соблюдайте технику безопасности. Без аудио- и видеозвонков ни с кем никогда не делайте никаких дел, и тем более не переходите ни по каким ссылкам. Вот, только после аудио- и видеосвязи. Идем дальше. Что касается нашего сообщества, что меня зацепило? В связи с тем, что я уже знал еще с 2008-2009 года, я уже знал, как устроена наша мировая финансовая система, но это были теоретические знания, но я не знал, что с этими знаниями делать, как изменить свою жизнь для того, чтобы быть, можно сказать, независим от тех законов, трендов, тенденций, которые делает нам искусственная мировая финансовая система. Так вот, и тут я встречаю вот это сообщество. В начале 2018 года я уже начал углубляться, и что меня восхитило, так это то, что Дмитрий Васадин это уже делает. То, о чем я сам себя спросил когда-то, тут у меня появился на горизонте человек, который это уже делает, создает систему параллельного финансового мира, где у всех все хорошо, где совершенно другие законы перераспределения денежных средств, где совершенно другие возможности у каждого человека. Именно поэтому я здесь остался, и я именно здесь уже развиваюсь более шести лет. Я абсолютно свободный человек, вот, и развиваюсь я только в нашем сообществе. Каждый, кто так решит, того будет жизнь просто, ну, сказка, я даже так сказал. Идем дальше. Теперь я вам хочу рассказать про то, как сообщество развивалось, да. То есть, Дмитрий Васадин в 2006 году, когда у него в очередной раз стало все очень хорошо, то есть, он с 2006 года финансово независимый человек, который сам своими, можно сказать, действиями вышел из финансовой зависимости, да. Вот, он только пять лет думал в состоянии свободного человека. То есть, сытый думал, как создать сообщество, чтобы дать возможность другим голодным людям накормить себя. Понимаете, да, разницу, да. Это не коммерческий проект у нас с вами здесь. Это проект кассы взаимопомощи. Задача кассы взаимопомощи – оказать взаимопомощь, но через грамотное перераспределение денежных средств внутри нашего сообщества. Так вот, он только пять лет думал, друзья мои. И еще два года мы переходили из эпохи, я думаю, вы знаете, эра рыб и в эпоху Удалея. Вот, космические законы, я думаю, кто немножко в теме понимает. Это значит, что мы с вами находимся на космическом корабле под названием планета Земля. И хотите вы этого, не хотите, вы часть этого космического корабля и подвержены этим законам. И если у вас еще нет глубинного понимания, как это все работает, значит, чуть-чуть немножко подольше поживите и проанализируйте, да. И в какие-то времена заметите, что время как-то по одному идет, в какие-то времена время как-то по-другому идет. И тогда у вас накопится определенная база знаний. Вот, а лучше, конечно же, еще попутешествовать по миру. Я как объехал 15 стран мира, у меня есть еще определенное представление, как этот мир устроен. Но надо дальше, как это, этот мир изучать. Поэтому те, кто не обладает большой географией, обязательно поставьте себе цель хотя бы съездить на хорошие страны, которые вам интересны, и расширить свое сознание. Так вот, вернемся к нашим отчасти, как говорится, к нашим денежным потокам. У нас в кабинете есть инструменты, финансовые инструменты. Это не простые инструменты, это те инструменты, которые дают нам возможность деньги иметь каждый день. Эти инструменты не придуманы пьяным программистом на диване. Эти инструменты выработаны за 11 лет создания и эволюции нашего сообщества. Когда я пришел, у нас не было таких инструментов. У нас был всего лишь один инструмент в кабинете и одна валюта. Все, у нас больше не было ничего. был Money Storage, и в 2018 году у нас открылся майнинг и начало майниться наше currency. Вот то, что было в тот момент, когда я пришел. Сейчас же у нас есть столько всего, друзья мои, что, скажу вам честно, мы об этом тогда только мечтали. Сейчас у нас целая финансовая инфраструктура, и мы можем с вами пользоваться ей и создавать денежные потоки такие, которые вы хотите. Все зависит только от вас. Так вот, возвращаемся в наш кабинет. Если же у вас еще нет кабинета, то обязательно обратитесь к тому человеку, который вас пригласил сюда, и возьмите у него реферальную ссылочку, зарегистрируйтесь обязательно. Если же вы не знаете, кто вас пригласил, то можете написать мне в личное сообщение, я помогу вам зарегистрироваться, разобраться со всеми нюансами работы системы. Либо бот раскидывает целый список лидеров-консультантов. Посмотрите в закрепе и выбирайте любого. Очень важно выбрать человека по душе. Регистрация вас ни к чему не обязывает, дает вам возможность доступа к информации, как работают наши денежные потоки. Идем дальше. Первый денежный поток в нашем кабинете – это, конечно же, быстрый поток. Быстрый поток, оранжевая вкладочка в нашем кабинете – это деньги на каждый день. Это короткие денежные потоки. Они подразделяются на два вида потоков. Первый поток называется обычный быстрый поток. Второй поток называется супербыстрый поток. Обычный быстрый поток работает 30 дней. Деньги выплачиваются каждый день равными частями с прибылью, которую мы получаем за счет подтяжки к нашему потоку криптовалюты нашей e-currency, которую мы покупаем в Сберкассе либо Money Storage ориентировочно за 40 копейками рублей. И подтягиваем по более высокому курсу, то есть отдаем нашей кассе взаимопомощи, нашему фонду, по 150-200 рублей за нашу монету на сегодняшний день. Поэтому мечта любого трейдера – купить за 40, продать за 200. Представляете? Поэтому если у кого есть трейдерский опыт, оставайтесь здесь. Здесь реально рай для любого трейдера. И тем более, что у нас, по сути дела, прогнозируемый рост нашей криптовалюты и currency, потому что он гармонично растет вместе с ростом нашего сообщества. Чем больше спрос на нашу монету, чем больше непосредственно создается денежных потоков, тем больше будет подниматься цена на нее. Но вне зависимости от того, какая будет цена, все равно это будет очень выгодно. Идет балансировка планомерно наших потоков, именно поэтому всегда будет выгодно создавать потоки и ими управлять. Идем дальше. Супер-быстрый поток – это самый короткий из всех потоков. Он работает две недели для ваших коротких свободных денег. Выплата с доходом происходит на 15-е нажатие кнопки «Начисление премии», друзья мои. Поэтому супер-быстрый поток – это очень интересный поток для ваших самых коротких свободных денег. Доходность ориентировочно в супер-быстром потоке от 5 до 10%, в быстром потоке от 5 до 20% за месяц. Поэтому хороший доход. Есть еще много всяких разных стратегий, но стратегии мы уже даем на командном обучении. Здесь всего лишь сегодня презентация, небольшое погружение в нашу финансовую инфраструктуру. На командных обучениях мы дальше даем стратегии, как более выгодно управлять этим потоком и эффективно для получения как можно больше прибыли и использования функции сложного процента. Дальше шикарнейший поток, который следует иметь каждому участнику нашего сообщества. Этот поток нужно, чтобы у вас был как можно в большем количестве. Это называется, конечно же, стартовый поток. Это образовательный поток. Вообще каждый поток носит образовательный характер, но стартовый поток особенно. Он учит правильному мышлению инвестора, правильной стратегии инвестирования. Вложил, забрал, вложил, забрал, вложил и опять забрал. И каждый раз вы будете забирать все больше, больше и больше. Конечно же, прибыли мы получаем за счет подтяжки криптовалюты и каренси. И за время работы 10 месяцев данного стартового потока, а это 20 периодов, один период равен двум неделям, вы получаете каждый раз все больше, больше и больше. Стартовый поток – это поток с обязательным пополнением каждые две недели. Допустим, вы пополняете на 10 тысяч, вы выбрали номинал 10 тысяч, и таким образом каждые две недели вы пополняете на 10 тысяч и подтягиваете требуемое количество и каренси, которое вы покупаете на сберкассе, либо в Монисторже. Далее, после прохода двух недель вы получаете соответствующую выплату. Сначала 2,5 тысячи, потом 5, потом 7, потом 9, потом уже выходит на самоокупаемость, 11, 12, 15, 20 и так далее. То есть 20 у нас периодов, 3 месяца мы его кормим, и 7 месяцев этот поток кормит нас. Поэтому, друзья мои, чем больше вы взрослите стартовых потоков, тем больше стартовых потоков будут кормить вас еще долгое-долгое время. Этот поток учит, прежде всего, это образовательный такой финансовый поток. Есть еще один очень интересный поток в нашем кабинете, называется ускоренный стартовый поток. Этот поток с опережением, можно сказать. Этот поток очень, я бы сказал, что это льготный поток и акционный поток. Мы можем проплатить сразу же 2 месяца. Третий месяц нам дается в подарок. E-currency мы подтягиваем только на период 2 месяца. E-currency за третий месяц нам дается в подарок. И мы сразу выходим на практически четвертый месяц, то есть на седьмой период, и выходим на самоокупаемость от нашего номинала. То есть начисления следующего уже будет больше, чем наш номинал. Идем дальше. Следующий поток, всеми любимый поток, это растущий поток, конечно же. Растущий поток – это непростой инструмент. Насколько вы его сразу понять не сможете, поэтому нужно будет разобраться. Обязательно, если у вас еще нет кабинета, обязательно зарегистрируйтесь. Возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. Если же у вас нет пригласителя, вы не знаете, как попали в этот чат, можете написать мне в личное сообщение. Я помогу вам разобраться со всеми нюансами работы системы. Андрей Елисеев меня зовут. И в закрепе также есть целый список наших лидеров, консультантов, все грамотные, опытные люди. Выбирайте любого. Каждый сможет помочь вам разобраться со всеми нюансами работы системы. Регистрация вас ни к чему не обязывает, но дает вам возможность иметь доступ ко всей информации и подумать очень хорошо, подумать над нашей системой. Идем дальше, друзья мои. Растущий поток – это потрясающий, очень интересный поток. Работает он бесконечно практически. Поток растет в течение шести месяцев с момента последнего вашего пополнения. Мы его называем «базовые деньги на жизнь». Этот поток, который может превратить ваши 10 тысяч в 20 тысяч, ваши 50 тысяч в 112 тысяч, ваши 100 тысяч в 250 тысяч, ваши 500 тысяч в 1 миллион 3 миллиона, 3 миллиона в 9 миллионов и так далее. Это живой финансовый механизм. Растущий поток нужно выращивать в копилке. Чем дольше мы выращиваем его в копилке через наши начисления ежедневные, тем больше у нас процент начисления. Старт начисления от 0,3% в день и растет на 0,1%. То есть, получается, следующее начисление у вас будет 0,31%, потом 0,32%, 0,33% и так далее до момента, пока вы не начнете снимать деньги с копилки. Как только начинаете снимать деньги с копилки, пропорционально вашему снятию будет откат дальше опять к 0,3%. Сняли половину, на 50% откатится все ваши проценты начисления. Сняли на 25%, на 25% откатится процент ваших начислений. Если все сняли, то опять к 0,3% откатывается процент ваших начислений. Дальше. Растущий поток учит терпению, прорабатывает нашу жадность и страх потери, друзья мои. Это очень такой трансформационный в том числе поток. У нас все потоки являются трансформационные, трансформация вашей личности, ну просто неизбежна, как с точки зрения денег, так и с точки зрения возможностей, которые вы начинаете приобретать в своей жизни. Следующий. Это накопительный поток, друзья мои. Это фиолетовая вкладочка в вашем кабинете. Это деньги на будущее. Это наш пенсионный фонд, фонд совершеннолетия. Прогнозируя, куда идет этот мир, скажу вам честно, что я не вижу трендов и тенденций, что деньги скоро отменят. Наоборот, люди начинают все больше заигрываться в эту искусственную игру, которую сами придумали. Если вам это режет ухо, я повторю, деньги – это искусственная игра, которую придумали люди и в нее играют. Денег в природе не существует, а это значит, что это искусственно. Все, что есть в природе, это естественно. Все, что нет в природе, это искусственно. А значит, это тленно и временно, как говорится. Насколько временно, мы не знаем. В зависимости от того, как будет просыпаться наша цивилизация. Есть хорошие, интересные фильмы, допустим, «Прекрасная зеленая». Там описывается цивилизация, которая не имеет денег и очень хорошо, гармонично живет. В данном случае наша цивилизация пока имеет деньги, поэтому развивается так, как она развивается по технологическому пути развития. Поэтому, друзья мои, деньги завтра тоже будут нужны. И именно поэтому накопительный поток, деньги на будущее – это стратегия от 3 до 25 лет. Накопительный поток так устроен, что есть период накопления, а есть период выплат. То есть, 3 года мы накапливаем, 3 года выплаты. 5 лет накапливаем, 5 лет выплаты. Есть табличка в нашем кабинете. Можете зайти туда, посмотреть все коэффициенты. Минимальный вход – 1000 рублей, 1000 через 3 года превращается в 5000, и вы еще 3 года получаете по 5000. Поэтому, друзья, в зависимости от суммы и периода вашего накопления, сумма выплат будет соответствующая, и то время выплат тоже будет соответствующая. Следующий интересный поток – мы его называем поток удачи. Это чудесный, очень интересный поток. Наша беспроигрышная лотерея. 5 из 25, друзья мои. Очень большой шанс выиграть джекпот. 5 из 25 – это хороший шанс выиграть нашу беспроигрышную лотерею. Правила лотереи вы можете тоже прочитать в своем кабинете. Вкладочка черная – LT – лотерея означает. Вот, проваливаемся, красная большая кнопка, правила лотереи, разворачиваем, читаем. Там все написано, сколько стоит лотерея, какие выигрыши. Я только скажу, что у нас три вида лотереи. Классическая лотерея стоит 100 рублей, выигрыш джекпот – 300 тысяч. Дальше синяя лотерея стоит 500 рублей, джекпот у нас 500 тысяч. И золотая лотерея, выигрыш у нас 1000 рублей и джекпот – миллион, друзья. Именно поэтому лотерея у нас беспроигрышная. Срабатывает выигрыш только тогда, когда выигрывают два и более чисел. Если же не совпадает ни одно, либо одно число совпадает, лотерея продолжает участвовать до момента выигрыша. Поэтому играйте и выигрывайте. Эта лотерея заточена для того, чтобы вы могли выиграть. И именно поэтому в ближайший последний месяц у нас три сорваны джекпота. За день до Нового года участница сорвала миллион рублей. Дальше на европлощадке участник сорвал 10 тысяч евро. И еще участник сорвал 3 тысячи евро тоже на европлощадке. Поэтому, друзья, играйте и выигрывайте. У нас реально самая лучшая лотерея в этом мире. Идем дальше. Следующие потоки. Многие эти потоки используют как подъемные, я бы даже, может, так сказал. Это потоки, которые дают вам возможность деньги иметь всегда. То есть, каким образом? Ко мне приходят разные люди. С разного старта начинают. Кто-то начинает с минусов, больших потерях в других проектах. Кто-то начинает с нуля, с небольших сумм. Кто-то начинает более-менее с более уверенных сумм. Но в любом случае всем дается одинаковая возможность. Это еще два хороших бонуса за развитие нашего проекта. В связи с тем, что мы не даем рекламы, наше сообщество развивается от человека к человеку, от сердца к сердцу. То весь рекламный бюджет распределяется среди активных участников и лидеров в виде вознаграждений за развитие проекта. Это первый бонус. Это бонус реферальных начислений за лично приглашенные, друзья мои. Именно поэтому на данный момент вы можете их взять. Это от 2 до 7 процентов, в зависимости от того, на какой поток зашел ваш лично приглашен. Все бонусы есть в описании в нашем кабинете, поэтому обязательно зарегистрируйтесь. Если у вас нет пригласителя, можете написать мне в личное сообщение. Я помогу вам разобраться и зарегистрироваться. Либо в закрепии у нас есть список всех лидеров-консультантов. Можете выбирать любого и стучаться, и вам помогут разобраться со всеми нюансами работы системы. Очень важно выбирать себе наставника по душе. Ведь вам с ним жить можно, так сказать. Разбираться со всеми нюансами работы системы. Следующий денежный хороший поток – это поток лидерский, либо командный бонус. То есть, тогда, когда вы уже разобрались со всеми нюансами нашей системы, вам все нравится, вы начинаете приглашать там людей, рассказывать им об этом информации. У вас уже в первой линии больше 10 человек, то вы можете, имеете возможность подать заявку на лидерство. То есть, пройти соответствующее обучение, собеседование и сдать экзамен у топ-лидера. И на совете лидеров мы принимаем решение о назначении данному участнику на должность лидера. Это не статус, это должность. Нужно обладать определенными техническими знаниями, надо обладать определенные компетенции для того, чтобы стать лидером. И после того, как совет лидеров примет решение о присвоении данному участнику статус должности лидера, лидер начинает иметь командный бонус, поток денежных средств с глубины. Ему открывается вся глубина. Его личные ячейки участников, где он является лидером, где он консультирует как лидер до бесконечности, с ячеек лидеров своих до седьмого уровня, с лидерских ячеек. Поэтому, друзья мои, как пользоваться реферальными начислениями, так и лидерскими, это очень выгодно. Именно поэтому весь рекламный бюджет остается в нашем сообществе и распределяется среди активных участников, активистов, можно сказать так, да? Вот, это еще не все, друзья мои. Скажу вам честно, я лично выявил 17 возможностей заработка в нашем сообществе на данный день. Это далеко не предел. У нас будут еще дополнительные возможности, но на данный момент их 17. Вы можете посмотреть мое видео, летом записывал целых 2 часа, специально разбор по этим денежным потокам. Можете зайти на YouTube, прямо в лоб YouTube, youtube.com и в строке поиска написать Андрей Елисеев. Все, и вы сразу увидите мой канал. Можете зайти туда и прямо центральное видео 17 денежных потоков. Все, кто его посмотрит, те поймут, какие еще есть возможности в нашем сообществе. Потому что у нас каждый проект нашего сообщества имеет свою реферальную программу, и вы можете в ней либо участвовать, либо не участвовать. Либо иметь эти возможности, либо не иметь эти возможности. Я советую иметь эти возможности и дальше очень грамотно развиваться. Используя все возможности. Успешный человек тот, кто успевает использовать все возможности, которые предоставляет ему жизнь. Конечно же, в благостном ключе. Можно и в неблагостном ключе использовать возможности. Но в неблагостном ключе приносят благостные результаты. В неблагостном ключе приносят неблагостные результаты. Пускай с задержкой во времени, но они будут. Потому что закон причинно-следственной связи, это кармический закон Вселенной, и нас еще никто не отменял. Идем дальше. Что у нас есть? Какую инфраструктуру мы с вами создали за 11 лет существования нашего сообщества? Это прежде всего 4 фонда коллективного самообеспечения, либо кассы взаимопомощи нового поколения. У нас поток кэш в российских рублях. Дальше европлощадки. Это общеевропейский фонд в евро, испанский фонд в евро, и польский фонд в польских злотых. Везде вы можете участвовать, везде своя реферальная программа. Дальше. У нас два криптовалютных платежных сервиса. Это Сберкасса и Монистораж. У них тоже свои реферальные программы, и в них вы тоже можете участвовать, и вы можете пользоваться этими криптовалютно-платежными сервисами. Сберкасса в основном заточена для постсоветского пространства, Монистораж заточена для работы западной финансовой системы. Но вне зависимости от этого, каждый человек на планете Земля может пользоваться и тем, и другим, либо и тем, и другим. Поэтому это шикарные сервисы по мощности не хуже кошельков Payer, либо каких-то других криптовалютных кошельков. По сути, это наш интернет-банкинг. Идем дальше. Мы имеем криптовалюту нашего сообщества. E-Currency. Причем это не токен, не коин, это currency. Currency – это универсальное платежное средство. Я бы сказал, это криптовалюта 3.0. Что делает ее 3.0? Именно универсальное платежное средство. Эта технология более масштабная, чем просто какой-то токен, либо какой-то коин. Именно поэтому по данной технологии идут даже центральные банки, CBDC, вы слышали, да? Электронные деньги везде пропихиваются по технологии CBDC. Central Bank Digital Currency. Currency. Вот тут и всплыло. Currency в переводе означает валюта. Вот. Либо универсальное платежное средство. Идем дальше. Что у нас еще есть? У нас есть свой облачный майнинг, друзья мои. Уже более 5 лет у нас есть свой облачный майнинг. На этом тоже можно зарабатывать. Майнить нашу криптовалюту E-Currency, которая постоянно дорожает в цене. За прошедший только год, 2023-й нашей E-Currency подорожала более чем в 15 раз. И поэтому, если бы вы вложили в нее миллион в январе 2023 года, то в декабре вы могли бы ее продать за 15 миллионов. Поэтому, друзья мои, оставайтесь здесь. Такие возможности еще будут и не раз, как говорится. Идем дальше. Блокчейн. У нас есть свой собственный блокчейн у нашего сообщества. Это дорогого стоит, скажу мое честно. Это инфраструктура. Это финансовая инфраструктура. Не каждый даже европейский банк имеет свой собственный блокчейн. В нашем сообществе уже более 5 лет есть свой собственный блокчейн с большой скоростью транзакций. Когда вы начнете пользоваться Сберкассой, либо Манни-Сторожем, вы почувствуете, насколько молниеносно происходят все платежи. Дальше. Нейросеть у нас уже более 2 лет управляет нашими денежными потоками. А самообучающая нейросеть, которая заточена на то, чтобы помогать нам в управлении нашими денежными потоками. Ее задача обеспечить безопасность работы нашей системы. И чтобы наша система работала бесконечно долго. С чем она великолепно справляется. И так далее. У нас еще много проектов. Также есть партнер биржи, на которой мы покупаем, продаем e-currency BlackBit. Тоже можете там зарегистрироваться и покупать e-currency иногда по более даже выгодному курсу. И так далее. У нас еще много проектов на стадии запуска и разработки. Потихоньку эти проекты даются в нашу финансовую инфраструктуру. Главное, чтобы вы готовы были их взять и использовать в деле. И теперь я хочу ответить на часто задаваемые вопросы. Потому что мне уже реально за столько времени моих эфиров уже поднадоело, скажу честно, отвечать на одни и те же вопросы. Я сразу же отвечаю уже в рамках моего эфира. Это откуда берутся деньги, люди не понимают. Это пирамида, лохотрон, разводняк какой-то, люди не понимают. И обязательно ли приглашать. Это вот самые наболевшие вопросы. Давайте я сразу же на них отвечу, чтобы у вас все стало, как говорится, на свои места. Первое. Откуда берутся деньги? У нас несколько источников дохода в нашем сообществе. Первый источник дохода в нашем сообществе – это от прогнозируемого роста курса нашей криптовалюты и карантии. Она растет и будет постоянно расти, потому что развивается наше сообщество. Нас несколько десятков, несколько сотен тысяч по всему миру. И растет наше численное сообщество каждый день все больше и больше. И чем больше растет сообщество, тем больше задействуется наша криптовалюта в денежных потоках. Потому что прибыли не будет, если криптовалюту не подтянуть. Поймите. Именно поэтому на криптовалюту все больше и больше спрос. Именно поэтому цена все растет, растет, растет. У нас прогнозируемый рост нашей криптовалюты пропорционально росту нашему сообществу. Так у нас заточено. Это дорогого стоит. Криптовалюта и карантии у нас это не спекулятивный инструмент. Именно поэтому мы не выводим ее на крупные биржи. Нам это не надо, чтобы мы просыпались в более спокойном состоянии. Нам же денежные потоки надо создавать, чтобы деньги у нас были каждый день. А представляете, вы просыпаете, а криптовалюту бам по 150 рублей. То есть шок такой сразу. Потому что какой-то там банкир зашел на большую сумму и скупил всю нашу криптовалюту. Зачем нам это надо? Нам это не надо. Поэтому у нас на небольшой бирже торгуются наши криптовалюты и внутри наших платежных сервисов. Нам это в принципе хватает с лихвой. Чтобы деньги у нас были всегда и каждый день. Второе. Откуда у нас деньги? Деньги у нас от того, что у нас некоммерческий проект. У нас онлайн децентрализованное сообщество свободных людей, которые объединили свои усилия, свои активы для помощи друг другу в реализации своих целей. Это вкратце. У нас касса взаимопомощи. Задача кассы взаимопомощи – оказать взаимопомощь. Задача коммерческого проекта – срубить бабло хозяину проекта. Все. Вот запомните аксиому. Если вы где-то начинаете участвовать в коммерческом проекте, вы работаете, потеете на хозяина проекта, который всегда заберет самую большую часть куша. Это было, есть и будет. Это правило любого бизнеса. Неважно, оффлайн он, либо онлайн. Для этого бизнес и создается. Чтобы получить прибыль хозяину, серому админу, не знаю, учредителю, акционерам, еще как это можно назвать, хозяев коммерческих проектов. У нас нет. Весь доход, а это порядка 30-100%, остается у нас в кассе взаимопомощи. Он не уходит какому-то одному человеку по пирамидальной системе. Ведь мы разрушили всю пирамиду у себя. Весь этот мир – это большая пирамида. И когда вы посмотрите фильм «Деньги. Пирамида. Долгов», вы поймете это. Поэтому, друзья, заходите на мой YouTube-канал, пролистайте видео. Там в конце есть этому видео, я не знаю, закачивал его, наверное, лет 5 назад. Это «Деньги. Пирамида. Долгов» либо найдите еще где-нибудь на YouTube. Посмотрите этот фильм, и тогда вам многое станет понятно. Идем дальше. Деньги у нас от того, что наши денежные потоки так хитро устроены, что их надо постоянно пополнять. Вот. И именно поэтому я постоянно пополняю свои денежные потоки и еще больше получаю. Чем больше пополняю, тем больше получаю. Еще пополняю, еще получаю. И так работают наши денежные потоки. Мы их постоянно пополняем. И чем дольше вы здесь останетесь, тем больше вы их будете пополнять, тем больше вы будете получать. И таким вот образом статистика говорит уже о следующем, что чем дольше участник у нас в нашей системе, чем он лучше разобрался с потоками и с идеологией сообщества, с нюансами работы в системе, тем он больше доверяет. Чем он больше доверяет, тем он смелее идет к своим целям через наши потоки, используя наши финансовые инструменты как универсальный инструмент для достижения своих целей. Поэтому, друзья, деньги у нас всегда есть в системе, мы сами несем в том числе. Плюс они у нас остаются, потому что не уходят хозяину, плюс и currency у нас растет, дополнительный хороший доход приносит. И плюс, конечно же, когда я уже имею большую команду, а у меня уже очень большая команда, я смотрю и анализирую, как себя участники ведут, скажу вам честно. Я бы сказал, это я уже выделил, выделил это, наверное, в четвертый, либо даже пятый источник дохода для системы. Это огромнейшая экономия денег в системе с помощью участников, которые неэффективно управляют своими кабинетами. Поэтому не все люди прислушиваются наших рекомендаций, как по стратегиям, как управлять, как лучше. Система готова бы дать, но не берут, не берут, потому что у них своя стратегия, друзья мои. Поэтому, когда люди начинают уже обучаться, они уже начинают более эффективно управлять своими кабинетами. Поэтому, друзья, обучайтесь и все будет хорошо. Где-то около 20, максимум 30% участников нашего сообщества неэффективно управляют своими кабинетами. За счет этого идет огромнейшая экономия денежных средств, в том числе в нашем сообществе. Поэтому, скажу честно, это еще один мощнейший источник дохода в нашей кассе взаимопомощи. Поэтому оставайтесь здесь, разбирайтесь, регистрируйтесь и все получится. Дальше, пирамида, друзья мои. У нас не пирамидальная система, мы ее разрушили. У нас нет ни верхов, ни низов, ни первых, ни последних, ни задних, ни передних и так далее. Мы одноранговая сеть. У нас одноранговая сеть. И что такое одноранговая сеть? Это все равно, что вы пошли в поход, взяли с собой продукты питания у каждого в рюкзаке. И вот вы пришли, развили один костер, поставили один большой чан, туда вместе поделились друг с другом продуктами питания, и туда сварили общий суп и накормили друг друга. Вот это называется одноранговая сеть. И не в зависимости, кто в этом походе, директор вашей фирмы, главный инженер, главный бухгалтер, начальник каких-то цехов, либо просто рабочий обычно из какого-то цеха. Вы вместе сели вокруг костра, как делали наши предки, и весело покушали. Так и у нас одноранговая сеть. Неважно от того, когда вы пришли, вчера, сегодня, завтра вы придете, либо вы здесь уже 6 лет, как я, либо 10 лет, как некоторые участники, либо вы лидер, либо топ-лидер, либо куратор. Кабинеты у нас у всех одинаковые. Все алгоритмы в этих кабинетах одинаковые. Разница только заключается в том, как вы управляете своим кабинетом. Разница заключается в том, насколько вы доверяете нашей системе. Чем больше доверия, тем больше вы уверенно через наши инструменты идете к своим целям. Чем меньше доверия, тем менее уверенно вы идете, то есть слабенько. И так далее. Вот в этом большая разница. Поэтому, друзья мои, у нас одноранговая сеть. У всех кабинеты одинаковые, алгоритмы одинаковые. И даже от того, что приглашаете вы, либо не приглашаете, математика денежных начислений у вас в кабинетах не меняется абсолютно. У всех все одинаково. В зависимости от вашей стратегии, вашего поведения, развития вами, вашего кабинета, вот единственное, в чем разница может быть между участниками. Приглашать у нас не обязательно. У нас так устроены наши психологические, математические, разновременные денежные инструменты, которые мы назвали более четырех лет назад денежные потоки. Они так устроены, что они сами себя приглашают. Поэтому, друзья мои, если вы тут задержитесь подольше, вы поймете, что эти инструменты сами себя приглашают. Не надо здесь никого приглашать. Они сами о себе говорят через крылья тех людей, через сердца и души тех людей, которые прониклись и которые реально видят, что вау, это настолько крутой инструмент. И они просто не могут молчать. Вот. Поэтому обязательных приглашений нет. У меня есть в команде те люди, которые приглашают, и те люди, которые не приглашают. Все хорошо себя чувствуют. И те люди, которые приглашают, они развиваются с помощью дополнительных еще источников дохода в виде реферальных начислений, либо командных даже начислений, кто уже стал лидером, кто не приглашает, те хорошо крутят своими денежными потоками себя в кабинете. И в принципе, и те, и те хорошо себя чувствуют. Дальше, друзья мои. Что у нас еще интересного? Интересно у нас то, что на данный момент, скажу вам честно, я здесь уже 6 лет. И вот за 6 лет у меня скопилась статистика определенная. То есть, куда движется наше сообщество. Скажу вам честно, все, о чем мы мечтали еще в далеком 18-м году, в 17-м, в 19-м, сейчас это уже сделано, это уже реализовано. Мы всем этим пользуемся и имеем возможность использовать в своей жизни меня ее к лучшему. Вот, и именно поэтому вот уже много лет наше сообщество, а это более 11 лет, количество участников в нашем сообществе, несколько сотен тысяч по всему миру, инвестируют в наши денежные потоки, идут к своим целям. Хорошо, что вы узнали эту информацию именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни, и жить вам станет реально намного проще. Так же, как, скажу вам честно, проще намного живется и мне, в зависимости, в сравнении, вернее, с той жизнью, которую я жил в мировой финансовой системе. Это борьба и в бизнесе, борьба и в найме где-то, еще там, что постоянно одна сплошная борьба. Вас вынуждают бороться, друзья мои. Вы даже не знаете, как наслаждаться этой жизнью. Что такое жить по-настоящему, человечески. И вам все время вынуждает бороться. Поэтому тут уже ваш выбор. Если вы на это согласитесь, то будете продолжать бороться, тратить огромное количество энергии. Либо вы начнете по-настоящему ценить эту жизнь, наслаждаться каждое ее мгновение, используя наши инструменты. Денежные потоки – это не какой-то проект в интернете. Это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, где все у всех хорошо. И когда вы здесь задержитесь подольше, когда вы разберетесь со всеми нюансами работы в нашей системе, вы поймете, что такого проекта у вас не было и никогда не будет. Именно потому что у нас в нашем сообществе есть сердце, есть душа, у нас здесь тепло и очень денежно. Чем дольше участники у нас здесь остаются, тем они становятся богаче, здоровее, счастливее. Это уже статистика, друзья мои. Статистика. Это аксиома. И кому это интересно, оставайтесь, пожалуйста, можете писать мне личные сообщения и, конечно же, регистрироваться. Кому не интересно, пожалуйста, можете идти в тот мир, в котором вы живете, развиваетесь и продолжаете, как говорится, делать то, что вы делаете. Как только у вас что-то там не получится, либо вы там устанете, либо здоровье подорвется, либо еще что-то, приходите сюда. Мы будем здесь также дальше развиваться. Ну да, немножко потеряете во времени, ничего страшного. Будете наверстывать. Ну, а мы, как говорится, здесь уже в этом мире себя очень хорошо чувствуем. Мы через взаимопомощь помогаем друг другу. Потому что, запомните, друзья, вот одну простую вещь, да. Вот я уже на нескольких презентациях ее говорил. Вот мысль только, чтобы вы понимали, да. Смысл в том, что до 1990 года наше постсоветское пространство развивалось по другим законам, да. По деньгам в том числе была другая система распределения денег. Потом нас, соответственно, продали. Горбачев там с Ельциным, ясно, понятно, да. Вот, если хотите, поизучайте в интернете, все там понятно, что происходило и что произошло. Вот, смысл в другом. Смысл в том, что мы стали работать по принципу капиталистической системы. То есть нас начали молоть жернова капитализма. И на данный момент задумайтесь только. Скажу вам честно, что вы имеете возможность топтать эту матушку-землю так же, как и я. Только по одной простой причине. Потому что когда-то, когда-то ваши предки, и мои в том числе, доверяли друг другу и объединялись в тяжелые времена. Вот только по одной простой причине вы имеете сейчас возможность топтать эту землю. Потому что они вас родили. И у них появилась такая возможность родить вас. И чтобы вы жили на этой планете в этом воплощении. Только потому, что когда-то в тяжелые, хреновые времена, когда жилось очень тяжело, наши предки доверяли друг другу и умели объединяться. Именно поэтому на счетах наших предков огромные победы. Вот. Учиться у них, либо не учиться этому, это уже решать каждому из нас. И я выбираю учиться. Именно поэтому я в сообществе, именно поэтому я пользуюсь энергией объединения. Именно поэтому мне нравится энергии объединять. Именно поэтому я провожу эти презентации. Меня никто не заставляет. Мне сердце самого рвется проводить эти презентации, потому что я хочу поделиться с вами этими мыслями. Поэтому, только потому, что наши предки, еще раз повторю, умели объединяться и доверять друг другу, мы с вами живем на этом белом свете. Если бы они бы каждый сам по себе, их бы уже давно размазали, и вы не смогли бы даже материализоваться в этом теле, в котором вы сейчас есть. Вот. В трех словах, что я хотел сказать. Теперь без проблем. Буквально пять. Сегодня очень плотный график. Буквально пять минуточек. Я готов ответить на все ваши вопросы. Поднимайте руки. Так. Лариса. Лариса, слушаю. Нажимаете на кнопочку. Микрофончик и задавайте вопросы. Да, добрый вечер всем. Андрей, у меня вот такая мысль пришла в голову, собственно говоря, и даже моему партнеру, и не одному. А вот смотрите, то, что рекламируется, оно живет, скажем так, недолго. Все эти сообщества, проекты и прочее, да? То есть у нас пошла реклама. Реклама в соцсетях, Инстаграм, там, и Фейсбук и так далее. А не лучше ли, вот, наоборот, поменьше делать рекламы? Не понял. Стоп, 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 Лариса, стоп, стоп. Какая реклама? Вы о чем? Лариса, вы о чем? Какая реклама? Мы рекламы о том, что вот... Мы рекламы не даем, запомните это. Сообщество рекламы не дает. Дают, это личная инициатива каждого участника, каждый участник сам пытается что-то там рекламировать. Поэтому сообщество себя не рекламирует. Вот я про участников и говорю в данном случае, что вот, может быть, поменьше нам выставляться на показ, потому что, как становится это все известно, что мы тут собираемся сделать финансово-экономическую зону, как говорится, и жить без ограничений материальных, то так, ну, так и... И что? И что? Так на нас нагляну. Что, какие страхи? Какие страхи у вас? Вот видите, страхи. Почему-то мне вот как-то... Мы несем страхи из этого мира. И что? Ну, и что? Ну, вот, смотри. Ой, ну, Лариса, ну что? Ну, я хотела бы узнать, может быть, какая-то степень защиты, не только тайны. Вы начинаете бояться, сами не понимая, чего вы боитесь. Вы понимаете, да? У нас онлайн децентрализованное сообщество. Вы что будете по всей Латинской Америке, Африке, Азии, Евразии бегать и по одному участнику собирать? Понимаете? Ну, вы понимаете, да? У нас мы не подпадаем ни под одну юрисдикцию, никакого государства, никакой страны. Мы не занимаемся коммерческой деятельностью, мы помогаем друг другу. Вам же не запрещено помочь соседке по площадке. Вас же никто не арестовывает за счет этого. Нет. Ну, так у нас то же самое. Мы просто играем во взаимопомощь. Мы помогаем друг другу. У нас игра такая, понимаете? Люди играют в танки. Там куча денег они всандаливают. Их же не арестовывают. Мы тоже играем, но у нас игра другая, во взаимопомощь. Все? Я, надеюсь, ответил на ваш вопрос? Да, да, ответил. Спасибо большое. Пожалуйста. На данный момент все гениально. Дмитрий Васадин – это гениальный человек, который создал гениальную систему. Вот. Мы онлайн-децентрализованное сообщество людей. Все. Мы просто обычные люди, которые просто играют в эту игру. Все. У нас игра такая называется. Это взаимопомощь. Кто-то режется в стрелялки, в танки. У них целые там клубами собираются, тысячами. А у нас другая игра. Нам это не интересно в стрелялке. Нам интересна игра, чтобы жизнь свою лучше сделать. Вот мы поэтому объединяемся. Помогаем друг другу. Все. Все. Взаимопомощь – это разрешенная форма общения между людьми. Слава Богу, еще пока мы живем в том мире, когда нас не арестовывают за то, что мы помогаем соседу своему. За то, что мы можем на улице объединиться десятью домами, допустим, либо всем подъездом, если у вас дружный подъезд. И организовать свою игру за взаимопомощь, как в советское время было. Вот у меня мама работала на военном заводе с отцом, да, в советском. У них в цеху была черная касса. Они объединялись, там человек 20-30 объединялось, скидывались, там, не знаю, по 10 рублей советских. И 30 человек – это три тысячи сразу, сходу. Это хорошая сумма в советское время, да. То есть и потом тянули жеребий, кому это выплата дальше будет. Оп, выплата, чух, этому человеку, все, ему три тысячи на, он пошел, купил себе мотоцикл. Сразу, сходу. Потом он так же скидывается по десятке, так же скидывается. И следующий, тот, кто вытянул, он уже не участвует в розыгрыше. Следующий тянет. Ему следующему три тысячи, бам, он пошел, купил себе гарнитур, паласы, ковры, там, не знаю, еще там что-то купил. Понимаете, да? Так играли. Это игра. Называется черная касса. У нас другая игра, более совершенная, более усовершенствована с помощью современных технологий. Но это не запрещено. Мы абсолютно занимаемся легальной деятельностью. Это взаимопомощь. На добровольных началах я хочу помочь вам. Поэтому я отдаю свои деньги в потоке. Вот и все. Так, ну что, кто еще? Наталья Победимская включил микрофон. Ага, Наталья. Нажмите. Меня хорошо слышно. Да, да, да. Андрей, такой вопрос. Вот как правильно нужно объяснять человеку? Вот он вроде бы интересуется, все посмотрел, все интересно, все нравится. Вот один говорит, у меня только нюанс. Вот все равно вы говорите, что это не пирамида, что это все нормально. Ну хорошо. А те, которые вот раньше пришли, у них уже вот большие-большие суммы. Они возьмут эти все суммы, повыносят, а всем остальным ничего не достанется. Да, ну вот как-то, я не знаю, вот как все-таки грамотно объяснять. Ой, боже мой. Наташенька, мне вот на такие вещи просто, у меня просто, у меня сразу столько всего в голове всплывает, что у меня даже речь, она закрывается, понимаете, да? Ну, не говорят люди, да. Ну, начнем, начнем, начнем по очереди. Буду выгружать свои головы для вас. Зачем выводить все, когда, если я выведу все, меня хлопнет Сбербанк и скажет, что это такое? Ну, зачем? Зачем? Это глупый человек так делает. Понимаете? Это раз. Два. То есть, зачем брать столько, сколько тебе надо излишне? У нас игра другая. Этим людям надо просто понаблюдать. Подольше повариться, отстаньте вы от него. Пускай он пообщается, посмотрит, за чатом понаблюдает. Вот, и все. Никто из тех участников, у кого хорошие большие суммы, не выводит много, это раз. Во-вторых, даже если он выведет и нейросеть ему одобрит вывод средств, то это мы можем потянуть, не волнуйтесь. Вот, и на данный момент, скажу честно, что, ну, единственное, на что мы можем выводить, это на какие-то более-менее, там, покупочки. Там, ну, машину купить за 2 миллиона, там, не знаю, там, еще там что-то купить. Но зачем это делать, когда можно это не покупать? Можно это взять в кредит, допустим, и плавненько выплачивать это. Вот, зачем пиковые нагрузки? То есть человек, когда уже будет дольше в нашей системе, он поймет, что, ну, зачем дуростью страдать? Это только жадность называется, либо страх потери, да, понимаете? Те, вот, вот, Наташенька, все, вот, ответ пришел. Те, скажите и этому участнику, что те, кто долго в нашей системе, они уже давно проработали жадность и страх потери. И у них огромное доверие системе, именно поэтому они выводят столько, сколько им надо вывести. И наши потоки так устроены, что все вывести нельзя. Мы его выводим по чуть-чуть каждый день. Понятно? Спасибо. Вот это самый оптимальный вариант. Если он этого не поймет, отпустите его, пускай варится. Потом он сам придет к вам и будет задавать другие вопросы, когда вы покажете свои результаты. Все. Нету другого пути, как показать свои результаты другим людям и изменить свою жизнь. Изменяйте свою жизнь, меняйтесь, поставьте цели, достигайте, идите цели, достигайте, идите, заплатите кредит, погасите и скажите, вау, я погасил кредит. Это очень круто. Поэтому, друзья, вот это очень важный момент. Идите, достигайте целей, занимайтесь своей жизнью, усовершенствуйте свою жизнь, чтобы жить вам стало намного, намного проще. Так, кто еще у нас пробивается? Можно еще сказать, но это, наверное, просто прошлый опыт, потому что все-таки многие люди теряли, я в том числе, и человек стремится к тому, чтобы быстренько забрать то, что как бы заработал. Пускай забирает. Значит, из растущего потока пускай забирает хоть каждый день. Знаете, что происходит? Он будет сидеть на минимальных начислениях, 0,3%. Вопрос. Это хорошо для системы? Конечно же, хорошо. Огромная экономия. Система бы дала ему больше, но он же не доверяет. Значит, даст меньше. Понятно, да? Да, спасибо. Так, ну что, друзья, сегодня плотный график. Кто у нас еще? Гул Баршин хочет сказать. Да, Гул Баршин, да-да-да, слушаю. Гуля, включаем микрофон. Все, Гул Баршин не хочет включать микрофон. Ладно. Ну что, друзья, на этом я, наверное, буду завершать. У нас сейчас в параллельном чате тоже идет презентация. Кто хочет продолжение банкета, пойдемте дальше общаться. Я надеюсь, сегодня я постарался вам все детально рассказать. Объясните, кто понял хорошо, кто не понял. Заходите на YouTube-канал, смотрите другие записи. Возможно, в них я ответил на уже другие часто задаваемые вопросы. Всем желаю успеха. И до новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok